dt минус kdv сейчас я их прокомментирую минус d, ой dφ это греческая заглавная φ минус s dt минус v dp кто-нибудь из вас может что-нибудь сказать по поводу этих четырех выражений? только обозначение по-другому отлично, где еще писать? вместо w h хорошо вы знаете единственное что я хочу вас предупредить я все равно буду писать тупо w вы меня правьте каждый раз потому что я просто привык к другим буковкам и иногда меня будет то есть я буду забывать регулярно что здесь написано h ну я только могу покритиковать такой способ обозначать почему у нас с h связана магнитная боль вот и это вещи будут путаться но это уж ваша проблема если вы видите в свободном потенциале последнем там плюс v dt да кто-нибудь не может сказать какой смысл в этой записи вот это закон сохранения энергии а в этих значит напоминаю как все это происходило h мы по определению считаем что это e плюс pv да значит если мы пишем dh h это есть d e плюс pdv плюс vdv да и потом мы это просто тупо сюда подставляем верно и вот эта формула перетекает в f ну что нужно чтобы вот эту формулу сделать нужно нужно к e добавить что e минус t s да и ровно то же самое вот смысл этих четырех записей состоит только в том что каждый вот этот кусочек их здесь восемь да вот эти вот которые стоят перед дифференциалом он еще имеет другой смысл и что такое e это функция состояния причем я могу ее рассматривать как функцию sv а могу например написать все что tv tp да любую пару разрешенную могу написать но чем sv лучше других оказывается просто тем что d e по d s при постоянном v это что такое d e по d s при постоянном v значит это выпадает будет аккуратно да то есть почему вот эти четыре дифференциала пишутся потому что оказывается частная производная которая здесь стоит имеет термодинамический смысл или динамический смысл я точно так же могу написать такую простую формулу что d e это есть d e по d t при постоянном v на d v плюс d e по d v при постоянном t на d t сейчас d e по d t при постоянном v при постоянном v d на d t d e по d v при постоянном t на d v я же могу так написать да но я не могу сказать чему равняется d e по d t ну то есть какая частная производная а здесь стоит частная производная которая имеет понятный нам смысл ну и скажем так понятный для эксперимента верно вот только этим эти четыре выражения хороши ни больше ни меньше что они есть одновременно и некие частные производные чего первого дифференциала верно и в то же время это некие понятные термодинамические вещи так вот что я могу сказать про форма вот здесь у меня написано что первый дифференциал да энергии первый дифференциал энергии по каким переменам по s и v а давайте мы напишем второй дифференциал что у нас тогда будет написано там будет что вторая производная d e по d t квадрат на дельта сейчас вторая производная d e по d s квадрат умножить на d s в квадрате да на d s в квадрате ну или на d s в квадрате будет еще такая же вторая по d v и будет одна перекрестная верно вот как мне записать перекрестную производную d 2 e по d s d v смотрите и это же есть d 2 e по d v d s скажите мне почему эти вещи равны точно она иногда называется сериамой фубини о том что если функция является достаточно гладкая как вы понимаете у физиков все гладкое да да можно сказать что это разница всегда существует но но смотрите как я могу его смотреть d d по d s от d e по d v а это d по d v от d e по d s и что у меня здесь написано давайте подумаем что такое d e по d v это минус p это минус p поэтому здесь что написано минус d p по d s при каком постоянном вот сюда что я писаю v а здесь что такое d e по d s это t да то есть это будет d d по d v при постоянном s вот таким образом я доказал что у меня d p по d s при постоянном s минусом равно d d по d v при постоянном s при этом какая пара переменных у меня здесь участвует вот в этом доказательстве независимыми какие они здесь s и v а теперь посмотрим вот на вот смотрите чем хороша вот эта парочка частных производств тем что у них одна и та же пара переменных на t v вот я могу доказать что они равны друг другу может быть со знаком минус вопрос какой термодинамический потенциал к этому нужно привлечь чтобы это доказать вот чтобы доказать вот такое равенство как здесь нужно было привлечь какой потенциал да почему потому что энергия так удобно имеет частные производные именно в переменных s v здесь есть подсказка какие переменные свободные энергии да докажите что эти производные равны друг другу с помощью вот этого термодинамического потенциала может быть с точностью до знака да давай не ступай что делать понятно нужно просто посмотреть перекрестную производную для свободной энергии гипс свободной энергии гирвугольца значит кому непонятно поднимайте руки буду подходить и объяснять прям в тетрадке а я просто ручку забыл а я просто ручку забыл я могу нижнюю формулу длинную стереть она вам нужна пока как образец а в своей тетрадке еще нет а ну да сделаем то есть итог такой нам нужно знать чему равняется ds по dv при постоянной p то можно сказать говорите dp по dt то есть минуса не будет как в моем примере нет ну это и понятно почему потому что здесь его минусы здесь знаки разные отлично значит здесь стоит на самом деле что просто квадрат да ну вот причем скажите мне какая удобнее конструкция ds по dv или dp по dt нет dp по dt почему экспериментатору проще это объяснить как это мерить он скажет это что такое вообще это каким прибором меряется а p p и t это понятная вещь сунул термометр поставил датчик давления не все понятно значит что здесь мы тогда напишем минус dp по dt при постоянном v делить на dp по dv при постоянном t ну а вот это что такое а это и есть целое что еще на t да квадрат квадрат и вот эти буквочки отлично ну можно порассуждать смотрите что больше cp или cv а давайте это попробуем это мы знаем экспериментально давайте это попытаемся понять эта штука всегда положитель предполагается что температуру тоже всегда положитель значит здесь стоит минус а это что такое вот смотрите при постоянной температуре увеличение давления бывает только при уменьшении объема правильно то есть вообще говоря хотелось бы чтобы эта переменная всегда была отрицательной да вот если это так то cv действительно больше чем cv но только при этом условии да вы видели значит это мы сделали cv минус cv одним способом есть второй способ сделать точно такую же выкладку но только стартануть с cv вот точно так же cv равняется t ds по dt при постоянном v понятно что выкладки будут другие и ответ будет другой то есть эту разницу между ними можно записать по-разному то есть таким образом вот я решил один из двух примеров а вы должны сделать его так ну что перерыв так это так так и так то есть так 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 так